Сегодня 8 апреля и это поле уже с посеянным овсом. Овёс здесь был посеян таким необычным способом, румом с нормой где-то 120 килограмм на гектар и заделан дисковыми орудиями и после этого еще прикатан. Это не впервые, то есть был опыт не с овсом, был опыт конечно с ячменем, достаточно положительный. В прошлом году агрономы данного хозяйства проводили для себя такой эксперимент. В этом году решили как бы повторить и даже хотят продолжить посеять практически весь ячмень этим где-то тысячу гектар этим же способом. Если говорить об опыте прошлом, то есть, допустим, что я могу рассказать, в 2013 году, в 2014 году мы сеяли ячмень на площадях где-то 150-200 гектар ячмень таким способом, то есть разбрасывали и заделывали дисковыми орудиями. Урожайность у нас получалась в 2013 году, она была выше центеров на 6 от обычного рядового, но там были свои проблемы, свои как бы нюансы, может быть это было связано с полями. У нас просто на рядовом посеве ячмень лежал, и мы где-то, наверное, все же там больше потеряли. Но были такие же поля, но по уровню урожайности, но все равно это поле было урожайнее всех, которое было посеяно именно таким методом разбрасывания. В 2014 году также этот эксперимент повторили на площади 200 гектар. Урожайность была в пределах 70 центеров, но тот год был сам по себе урожайный, то есть были поля, которые были посеяны селками, которые превыжали это поле. Но в целом как бы я никаких как бы моментов таких отрицательных по такому способу посева в тех годах не увидел, а наоборот только положительные, можно сказать, остались эмоции. Один из таких моментов, который, может быть, нас всегда смущал, это распределение румом и заделка. То есть не всегда орудия, которые, может быть, у тебя имеются, они подходят для того, чтобы заделать на ту нужную глубину тот же ячмень или овес. Так что все упирается только в опыт и в ту технику, которая присутствует в хозяйстве. В Курской области есть предприятия, которые практически всю свою площадь, наверное, так сеют. Вот именно я имею в виду работы с зерновыми. Зерновыми. Это ячмень и дировой ячмень, дировую пшеницу, если они сеют, конечно, и озимую пшеницу. Но они больше специализируются по ячменю и на ячмене, и на озимой пшенице. Вот эти культуры они сеют разбрасывателями. Понятно, что они уже на протяжении более десяти лет это делают. И руку они набили, и у них другое оборудование. То есть они как бы делают все для того, чтобы с каждым годом их посев был все качественнее и качественнее. То есть есть такой вот интересный пример. Местами семена есть на поверхности, но... ... ... ...